МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире очередной выпуск парламентской программы Законодатели. И с вами я, ее ведущая, Ольга Панова. Начало 2013 года для республиканского парламента стало богатым на события. Однако одной из ключевых тем стало усиление внимания к строительству Чебоксарского планетария. Эскиз будущего культурно-образовательного комплекса спикер Государственного совета Чувашии Юрий Попов отвез в Москву. На суд первой в мире женщины-космонавта депутата Государственной Думы России Валентины Терешковой. Эскизный проект будущего Чебоксарского планетария готов. Место под его строительство тоже определено. Парк имени Андрияна Николаева. До начала серьезных масштабных работ не хватало одной детали. Одобрение легенды космоса Валентины Терешковой. Рада и удивлена, комментирует инициативу Чувашских властей депутат Госдумы. Я, например, горячо поддерживаю восстановление и развитие связи. Считаю, что это на пользу и Ярославцам, и Чувашам. Как вы считаете? Даже очень. Космонавтика связывает нас очень близко. Урожье было, но у меня есть. И вот именно вот эту идею нам подала Алена Андреевна. И мы с радостью восприняли. Не только мы, весь народ. Валентина Терешкова отметила, что готова не только дистанционно консультировать Чувашских проектировщиков, но и встретиться с ними лично в Ярославском планетарии. Место выбрано не случайно. Объект построен к тысячелетию города при поддержке и вдохновении самой Валентины Терешковой. Задача – на месте обсудить все плюсы и минусы, внести в проект возможные коррективы, в Чебоксарском звездном доме учесть и исправить ошибки Ярославского. Первая в мире женщина-космонавт предложила при работе над объектом отталкиваться не только от личности космонавта номер три Андриана Николаева, но и от культуры и истории Чувашского народа. Подумать, в чем воплотится национальный дух, в архитектурном оформлении планетария или внутреннем дизайне – задача проектировщиков. Валентина Владимировна, стало ли для вас неожиданностью желание Чувашской страны согласовать с вами проект будущего Чебоксарского планетария? Нет, это не неожиданность. Я могу сказать, что в Ярославле, в моем родном городе, мы долго обсуждали и быстро построили культурно-просветительский центр «Планетарий». И рады сейчас все довольны ярославцам, потому что это любимое место для детей, школьников, студентов, взрослых. Потом наши соседи – москвичи, костромичи, ивановцы, вологодцы, владимирцы – все приезжают. Приезжают летом особенно, ребят привозят. Да и зимой очень много делегаций. Я считаю, что, я надеюсь, что довольно быстро завершится строительство планетария в прекрасном городе Чебоксары. Это не только украсит, но я думаю, что это будет и любимое место для молодежи. Потому что, посещая планетарий, знакомясь, хотя многие знают историю развития космонавтики и вашего национального героя Андриана Григорьевича Николаева, я думаю, что с новым музеем космонавтики жители узнают и молодежь больше о космических исследовании, исследовании ближнего и дальнего космоса, о планетах, не только Солнечной системе. Так что я горячо поддерживаю и считаю, что это очень хороший будет подарок к юбилею города и юбилею образования Чувашской республики. И все-таки республика ждет от вас не только благословения, но и каких-то конкретных идей, конкретных пожеланий, конкретных замечаний. Я должна сказать, что я не архитектор. Но я уже сказала, что в целом проект мне нравится. А пожелания я уже сказала Юрию Алексеевичу, что, конечно, надо предусмотреть и строительство небольшого зала, чтобы можно было проводить научные конференции, встречаться, потому что зал, где будет расположено звездное небо и стоит аппаратура, это не совсем удобное место, так, как показала практика работы нашего Ярославского планетария. Но могу только одно сказать. Проект хороший, и если учесть пожелания, то это будет замечательно. А каково вам заявление Юрия Алексеевича, что мы в Чубаксарах построим лучше, чем у вас в Ярославле? Так это хорошо. Мы много-много лет, Ярославская область и республика Чувашия, сотрудничали, соревновались в свое время, в советское время. Кто-то первое место, кто-то второе, кто-то вообще вместе выходили победителями, кто-то проигрывал. Это, наверное, соревновательный дух. Он помогает и лучшей работе. А потом, у нас ведь дружба уже много-много, не одно десятилетие. И то, что сейчас обменялись делегациями, наша ярославская делегация, Ярославская дума была в Чубаксарах, знакомилась с работой вашего совета. И ваша делегация была у нас в Ярославле. Но это только вот такие, что называется, возрождение сотрудничества принесет только пользу. И Ярославской области, и Чувашии. И наоборот. И наоборот. Я хочу воспользоваться встречей и возможностью, но прежде всего, передать самый добрый, самый горячий, не только привет, но и пожелание всему чувашскому народу. Потому что в моем сердце сохранились очень добрые воспоминания о поездке в Чубаксары. В последний раз в Чувашии Валентина Владимировна бывала в начале 70-х. И с радостью приняла приглашение Юрия Попова вновь вернуться в Солнечную Республику. Планируется, что это произойдет в День Республики. То, что сегодня именно были у такого человека, это человек такой, которого знают не только вся Россия, но и весь мир. Это Валентина Владимировна Терешкова. То, что она именно согласилась быть нашим координатором строительства планетария, развлекательного центра, это нас радует, потому что тот опыт, который у нее есть, который они, благодаря Валентине Владимировне, построили в Ярославле планетары, можно сказать, с таким опытом мы у себя в Чубаксарах можем построить намного лучше и краще. Говоря о самой Валентине Владимировне, конечно, с таким человеком, у которого такой богатый опыт и жизненный, и как космонавт, то, конечно, мы от нее будем ожидать такой прекрасной поддержки. И еще одна новость из столицы. На днях депутаты Государственного Совета Чувашии побывали в Московской городской думе. Парламентарии имели возможность не только пообщаться со своими столичными коллегами, но и побывать на пленарном заседании думы. Как оказалось, общего у законодательных органов двух субъектов Российской Федерации не так уж и много. Было очень интересно и нашим работникам, и депутатам. Для себя я тоже много взял хорошего, полезного для дальнейшей работы. Мне было интересно, что на уровень Госдумы Российской Федерации так много поступает писем, обращений. Вот это для меня было совсем до миллиона обращений в течение года. И исходящих документов где-то в пределах 600-700 тысяч. На каждого работника, работающего в этом комитете, в пределах 5-6 тысяч обращений. Это очень много, поэтому некоторые комитеты, комитеты работают две смены. Было очень интересно. Я думал, там немножко расслабленная атмосфера, там другой дух, там живут немножко по-другому, не видят людей, не видят народ. Оказалось, там тоже очень интенсивно, активно работают. А в Московской городской думе было интересно. Там вообще атмосфера доброжелательности. Братство, я сказал, мы пришли там, как младшие братья, поделиться со старшим братом определенными мнениями, законами, суждениями. Тоже было интересно. Я не думал, что на уровне Москвы обсуждается очень активно тема местного самоуправления. Я думал, это касаемо именно регионов, где самоуправление присутствует в разных формах, в формах районного самоуправления, сельских поселений. А в Москве тоже очень активно эта тема поднимается, законы меняются. Тоже было для меня очень интересно. Проживает в Москве где-то в пределах 8 миллионов населения всего 35 депутатов. Это тоже очень интересно. У нас проживает 1 250 миллион населения, у нас 44 депутаты Госсовета. Ну, конечно, у депутатов, у каждого депутата, они, во-первых, освобожденные и имеют по 6 освобожденных помощников. Это тоже истома, это тоже бюджетные деньги. И, видимо, этим как бы накрывается напряженность работы депутатов по всем округам. Они почти уже как депутаты, поэтому количество самих депутатов минимальное. Но с учетом принятия нового закона, у них количество депутатов увеличится до 48 человек. Это тоже немного для Москвы. Я полагаю, они работают эффективно. Мы принимали участие на пленарном заседании. Другая схема работы. Пленарное заседание проводится еженедельно. У них нет формы сессии, потому что все освобожденные. Каждую неделю собираются, законно идут потоком. Они плавно принимаются, нет напряжения. Очень тихой, спокойной обстановки. Нам понравилось. Тема жилищно-коммунального хозяйства и проблем в отрасли в последние недели всколыхнулась с новой силой. Новости о замерзающих поселках в Сибири и на Дальнем Востоке. Войны жильцов с управляющими компаниями заставили парламентариев с удвоенным вниманием взглянуть на проблему. Олег Вадимович, совершенно недавно завершился первый парламентский год. И вот хотелось бы знать, какие темы для вашего комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии в минувшем году стали самыми горячими и самыми ключевыми? Тут надо говорить, каким образом. И название комитета соответствует тому, что вы сейчас передоисказали. То есть это все экономические вопросы. Первое. Дальше агропромышленный комплекс, само собой разумеется. Вопросы экологии, жилищно-коммунального хозяйства и строительства, который ведется на территории республики. Конечно, этими всеми вопросами мы постарались заниматься в максимальном объеме. в предыдущем году. Соответственно, где-то, скажем так, получилось у нас это все в полном объеме охватить какой-то, скажем так, сектор. Где-то у нас чисто по каким-то техническим причинам, по каким-то людским факторам не успели полностью закрыть вопросы, но которыми продолжаем заниматься в текущем году, теперь в новом году. Ну, вопросы, конечно, в первую очередь интересуются что? Это, в первую очередь, такая горячая тема – это ЖКХ. Жилищно-коммунальное хозяйство. Сектор такой, значит, свободненный, потому что каждый житель, каждый, значит, скажем так, который проживает у нас независимо в городе, значит, на районных центрах, значит, в малых городах, там, да, Чебоксарах или там других больших, там, Новочебоксарских, да, они напрямую задействованы, напрямую, скажем так, участвуют во всем этом взаимодействии. Взаимодействии управляющих компаний с жильцами, значит, тарифы, которые напрямую влияют, скажем так, на, скажем так, непосредственно горожан. Плюс еще, значит, то, что появилось, значит, так, как общедомовые нужды, мы говорим, там, значит, расходы по водоянам, там, общедомовым нуждам. Ну, и вообще, скажем так, вот, ремонт, текущий ремонт, содержание на живых помещениях, это же все, значит, волнует горожан. Соответственно, вопросы, они, я так думаю, хочу сказать, что тем прошлым годом не закрыты. Они, вопросы будут продолжаться, значит, и в этом году. Хорошо, что часть вопросов удается где-то разрешать, значит, по каким-то, значит, вопросам удается принимать какие-то действительные меры, значит, и они влияют в хорошем смысле слова, значит, на условия жизни, значит, граждан. Вы упомянули, что какие-то вопросы удавалось решать. Вот примеры конкретные. Ну, значит, это исходя из конкретных случаев, значит, таким образом. Ну, тут надо говорить, там, частные обращения каких-то там жильцов, граждан. Значит, это, значит, когда какие-то управляющие компании, значит, конкретно сейчас не буду называть, там, да, значит, наименование управляющих компаний, значит, как только, значит, появилась у них возможность, значит, в одностороннем порядке завысили, значит, ну, скажем так, стоимость тех же услуг, там, которые они оказывают. Или далее, значит, какие-то управляющие компании, некоторые управляющие компании, так скажем, значит, недостаточно выделить денег на ремонт, на содержание, значит, жилфонда, который они должны были делать, значит, далее, значит, идет следующий такой вопрос. Некоторые управляющие компании, значит, не полностью открывают информацию, предоставляют жильцам. Хотя жильцы, значит, они должны быть осведомлены, они полностью должны быть в курсе, что творится в данной управляющей компании, что там делается, какие у них планы, куда расходуются деньги, вплоть до того, какая заработная плата, скажем так, директора управляющей компании и других сотрудников управляющей компании. Это должно быть все открыто и прозрачно, чтобы народ не думал, что там, как говорится, одна такая закрытая тема и занавес, что это никому, скажем так, туда невозможно проникнуть. Даже прокуратура, как они там шутят. Ну вот примерно так вот. Когда мы в эти вопросы включались, соответственно, какая-то информация уже появлялась. Жильцы получали уже расшифровки, к ним управляющие компании начали поворачиваться немножко лицом, когда мы вмешивались в эти процессы. Но хочу сказать, мы же не можем каждый процесс, каждую управляющую компанию, каждое взаимоотношение жильца с управляющей компанией вмешиваться, как в виде госсовета, в виде депутатов. Поэтому это были такие частные случаи. Но я хочу сказать, на фоне частных, потом решается и общее. Но я думаю, что в виде этого некоторые управляющие компании делают выводы, что зачем допускать, чтобы куда-то к ним будут вмешиваться. И они исправляют, я думаю, свою текущую деятельность. Ну, конечно, если в целом сказать, по управляющим компаниям, конечно, претензий много. Много вопросов. И тут не надо уж скрывать, значит, много управляющих компаний, которые, так и, как мы говорим, не совсем добросовестно исполняют свои функции. Тут опять вопросы возникают с момента создания этих управляющих компаний даже. Некоторые жильцы, большинство даже жителей, которые приходили на прием ко мне лично, которые приходили, значит, бывали на встречах, они говорят, что управляющие компании были созданы нелегитимно. То есть они даже не участвовали в создании этих управляющих компаний. Сейчас была бы воля, они бы пошли, например, участвовать в какую-нибудь другую управляющую компанию, которая по соседству, которая по словам, например, их знакомых и так далее, оказывает услуги дешевле и работает более добросовестней. И которые выполняют свои функции, значит, более шире. Значит, взаимодействует с жильцами, во-первых, в первую очередь, активно. Вовлекает самих жильцов в процесс. Значит, участвуют жильцы в разработке программы, разработке, скажем так, тех же расходной части, куда деньги направлять в части ремонта. То есть все это, вот тогда, конечно, в тех управляющих компаниях, значит, это мир, понимание, значит, и жильцы довольны, и управляющие компании тоже, как кажется, претензий не имеют со стороны проверяющих органов нареканий, со стороны других надзорных, со стороны правительства, значит, и администрации, наверное, тоже. А есть управляющие компании, которые, значит, просто это игнорируют. То есть думают, что вот они пришли, как временщики. Хотя, я думаю, что это, конечно, немножко не то, что не по-человески, это немножко, ну, как сказать, они там, сами же тоже, жильцы же, сами же тоже горожане. Нельзя подходить к данному вопросу таким образом. Сегодня пришел, поработал, значит, что-то я заработал, и, значит, как говорится, исчез. Нельзя к этой проблеме, вот именно к проблеме ЖКХ, подходить, как временщик. Если сами жильцы будут активны, у нас же как это получается? Мы привыкли, что за нас кто-то решает, мы потом этим или соглашаемся, или не соглашаемся. А самим участвовать, значит, в разработке или в деятельности, тут уже, как говорится, мало кто этим занимается. А я думаю, что вот именно какая деятельность, такая активность должна быть от жильцов. Жильцы сами должны вот это более активно входить. То есть вам кажется, что схема с ТСЖ, она эффективнее, чем схема с управляющей компанией? Как просто человек, ни как депутат, ни как, значит, этот человек, который занимается этими проблемами, хотел бы сказать, да, значит, если жильцы сами непосредственно участвуют в управлении, сами управляют своими, значит, домами, значит, своими живыми площадями там, да, это было нам более эффективнее. Ну, для этого, опять говорю, надо немножко нам еще поменять менталитет. Мы это сами должны поменяться. Мы должны понимать, что не придут, теперь уже ЖКов нету таких, которые, значит, вот пришли там нам ремонтируют или там не ремонтируют, значит, что-то там, как в советских времен еще, значит, было там, да. А теперь нам нас надо самим, тем более, значит, приватизированные, значит, квартиры, дома. Значит, этим надо активно управлять, и управлять надо грамотно, непосредственно тем, кто там живет. Тогда меньше намного будет и проблем. Мы достаточно подробно с вами поговорили на тему жилищно-коммунального хозяйства, но все-таки ваш комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии, о сельском хозяйстве не можем мы забыть. Вот каким образом планируется работать с федеральным центром в части финансирования сельскохозяйственных программ? Да, то есть, получается, на самом деле мы сейчас поговорили на тему ЖКХ, а теперь еще один такой самый главный такой вопрос. Можно даже говорить, я хотел бы сказать, по нашему комитету, может быть, даже первее не знаю, что. Первее нам может быть агропромышленный комплекс. Но если говорить о нашей республике, тут надо говорить, наверное, так, что аграрный вопрос, он, наверное, основной. Мы же аграрная республика, значит, половина жителей, значит, это у нас сельские жители. Значит, если так взять по территории России, значит, мы сельская густонаселенная республика самая. Самый густонаселенный сельский такой регион. Бывает, что едешь по другим областям, регионам, десятки километров проезжаешь, нет ни одного населенного пункта. А у нас через каждый километр два там какой-то населенный пункт стоит. Там же народ, люди проживают. Соответственно, у нас эта проблема намного стоит острее, чем в других регионах Российской Федерации. И я считаю так. Опять получается, это мнение мое личное. Соглашаются со мной некоторые мои коллеги на комитете, когда мы обсуждаем. Многие, конечно, с этим даже соглашаются. Да, мы должны выйти своими инициативами, мы должны выйти своим видением. Вот тоже сегодня сидел, читал, значит, статья, например, Путин там встречался с главой Чеченской Республики. Там, значит, у них вот есть какие-то преференции, им, например, какие-то транши выделяются, идут под какой-то эгидой. А вот я представляю таким образом, что наша республика, она должна быть тоже представлена под какой-то эгидой, что такая маленькая республика, компактная республика, где большое количество сельских жителей, то есть к нам должен быть какой-то другой подход. И в планах этого, значит, чтобы у правительства Российской Федерации, там, да, было видение относительно нашего региона, я думаю, что у нас должно быть обращение. И мы над этим обращаемся сейчас, на самом деле, работаем. Мы хотим представить наш регион в целом, значит, вот, чтобы и относительно нашего региона, значит, был, скажем так, другой взгляд именно аграрного направления. В недавнем прошлом на заседании комитета поднималась тема хмелеводства в республике, и ряд депутатов, может быть, резкого, но высказывались, что пора перестать вот мелкими дозами финансировать эту отрасль. Дескать, таким путем все равно хмелеводству и Чувашскому уже не помочь. Вот хотелось бы услышать ваше мнение, ваш взгляд на эту проблему. И все-таки интересуют два мнения. Вас как человека в прошлом, имевшего отношение к отрасли, и вас как парламентария. Вот мое личное мнение так. Это хмелеводство – это серьезный бизнес. И туда маленькими, значит, инвестициями нельзя приходить. Там надо сейчас крупные, масштабные вложения. Должен быть комплекс разработанных мер, мероприятий. И этот бизнес, эту отрасль можно поднять. Я в этом уверен. На сегодняшний день порядка 40 миллиардов, по-моему, что ли, значит, это была сумма там озвучена. Нет, давайте так я сейчас точно не назову сумму. Значит, на какую сумму завозится у нас хмель, значит, импортный. Ну, в основном получается 99 процентов, 99 с лишним даже, значит, процента хмеля завозится из-за границы. Значит, тут надо посмотреть, посчитать таким образом. Если даже на каком-то этапе, значит, завоевать там, да, или там захватить 20 процентов рынка, 25, там, 30, это будет уже серьезно. А со временем ставить задачу, значит, как говорится, полностью заменить на свой отечественный хмель. Ну, для этого выделением 3 миллионов рублей, которые сейчас вот было, ну, это бесполезно. Надо туда выделить, значит, сотни раз больше, и чтобы потом можно получить эффект. А насчет эффекта я хочу сказать таким образом. Вот это как раз будет трудоустройство. Не одной сотни, а нескольких тысяч работников в этой отрасли. Будут дополнительные поступления в бюджет, будет целая отрасль, будет возрождена. То есть, понимаете, вот это мое личное мнение. Составить вот серьезный инвестиционный проект, ну, для этого нужен серьезный, наверное, инвестор, во-первых, кто это возьмет в отрасли, если как частный инвестор туда придет. А если, например, эта республика собирается возрождать, то, значит, можно и, скажем так, и в республиканском масштабе тоже. Не обязательно частно на таком государственном масштабе можно это возродить, в отрасли. Но опять, значит, выделив целевые и крупномасштабные инвестиции. Я уверен, что будущее тут непременно есть. То есть, заменить 100% конечно не получится, но, скажем так, половину рынка при грамотной постановке вопроса, при грамотном, скажем так, ведении бизнеса можно сделать, можно добиться. Во-первых, хочу сказать, если деньги будут выделены, они должны дойти до конкретных адресатов. Это первое. Они не должны уходить никуда. К полному объему должны дойти до конечной цели. Дальше, естественно, возобновить плантации, поставить, построить, можно даже строить, в принципе, уже объекты есть, а модернизировать переработку и наладить грамотную политику сбыта. Маркетинговая политика должна быть грамотная. И тут, тем более при поддержке Российской Федерации, это на уровне государства, это получится намного быстрее. Когда Федерация, понимая, что эту отрасль надо возрождать, это же отрасль, которая в единственном числе в одном регионе находится. Я говорю, потребуется не так много денег в масштабе, если считать, страны. В течение прошлого года Вашим комитетом было в адрес федеральных властей отправлено сразу несколько обращений. Это и фанфурики, это и обращения, касающиеся кадровой политики в сельскохозяйственной академии. Была ли какая-то обратная связь? Получили ли Вы ответы из Москвы? Вот первое обращение, что касаемо фанфуриков, хочу сказать, что многие регионы, куда мы обратились, нас поддержали. Соответственно, на уровне государственной думы этот вопрос уже тоже поддержан. И приняли во внимание, значит, мы ждем еще, выйдут еще дополнительные, скажем так, регулирующие документы, законодательные акты в плане вот этих там касаемо фанфуриков. Там работа продолжается. Значит, относительно, мы же еще обратились тогда, относительно, значит, Почта России, вот что через почтовую сеть шла реализация вот этих так называемых народе фанфуриков, да. Не только сеть, еще была там чуть ли не доставка и на дом через почтальонов. После, скажем так, вот нашего вмешательства, когда мы подняли, скажем так, эту проблему, соответственно, Почта России нам, значит, ответили, что они прекратили. Ну, тоже, я считаю, что большой плюс там, да. И самое еще главное, что теперь на уровне, значит, Российской Федерации, там на уровне, скажем, государства, думаю, там, значит, разрабатываются документы. Значит, я думаю, что все равно будет отрегулирован этот механизм реализации вот этих спиртов, содержащих их жидкостей на разных там, через сети там тех же аптек, значит, или там другие какие-нибудь учреждения. Значит, ну, отрадно, что это не осталось без внимания. То, что касаемо второго нашего, значит, обращения по поводу, значит, по поводу смены руководителя в Сельскохозакадемии, ну, в данном случае, значит, обращение было в конце года только, значит, это первое. И второе, я думаю, все равно, значит, ну, какой-то ответ, наверное, мы получим, значит, дальше, да. И третье, я хочу сказать, мы таким образом же не только, скажем так, вот, ну, это вопрос подняли не для того, чтобы нам кто-то отписался, там, сказали, вот так и так, по каким-то мотивам мы там поменяли. Мы просто выразили, скажем так, вот, как говорится, свое видение, свое видение там, свое, там, условно говоря, значит, не то, что не желание, там, значит, скажем так, вот, не протест какой-то там, да, в таком виде там. Мы выразили вот свое видение вот этой проблемой. Почему вот так вот? То есть мы же имеем право задать вопрос. Объясните, пожалуйста, уважаемые, почему такое случилось, почему по каким-то причинам, по каким-то мотивам мы тоже хотим знать, так как мы жители республики. С вами были законодатели. Я, Ольга Панова, прощаюсь. До новых встреч и до новых депутатских историй. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова